Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о фитнес-трекерах И я достаточно много моделей уже перепробовала И сегодня я хочу поделиться с вами своим общим впечатлением От фитнес-трекера в целом И о конкретно каких-то моделях с вами тоже поговорим Сегодня я вам расскажу о известном Xiaomi Mi Band И также у меня есть два таких китайских, более дешевых аналога Тоже о них хочу немножко поговорить И давайте начну с какого-то общего впечатления Вы знаете, я каждый из этих трекеров достаточно долгое время тестировала И, к сожалению, я не считаю, что какой-то из них Или вообще они в целом предоставляют какие-то действительно точные данные То есть, если для вас важно отслеживать вашу активность в целом И понимать, насколько вы были активны в определенные дни И насколько вы были менее активны в другие дни Тогда, скорее всего, вам фитнес-трекер как продукт в целом подойдет Но если вам прям досконально точно надо знать, сколько вы в день проделали шагов Или сколько вы потратили калорий на какие-то определенные действия Или на тренировки, например То мне кажется, что ни один из трекеров Вот прям стопроцентных каких-то правильных данных не дает И это касается и более дорогого, там вот этого Xiaomi Который очень популярен И я сейчас вот на руках его замечаю у очень многих людей Потому что он все-таки еще в бюджетной сфере находится То есть, это не какой-то там супер модный трекер Который имеет дисплей, там какие-то функции сопряжения с телефоном И так далее, там подобное По типу, как, не знаю, там Apple Watch Если я не ошибаюсь, он стоит порядка, может быть, 30 долларов Где-то его можно купить со скидкой, там за 25 долларов Около этого Вот эти трекеры еще дешевле Они были куплены на китайских сайтах И они стоили в районе, может быть, 15 долларов Где-то так У этих двух китайских трекеров Есть маленькие дисплейчики Вот этого черного, совсем крохотулечный дисплей На котором можно посмотреть время Можно посмотреть шаги Конкретно на нем можно смотреть текущую информацию текущего дня Но если вы скачаете приложение Как бы все эти трекеры работают с приложениями на телефоны То в телефоне уже можно посмотреть вашу историю И хронологию того, как вы там занимались Как вы сколько шагов делали Как вы спите и так далее, и тому подобное На Xiaomi вообще нет дисплея Единственное, что тут есть Это три LED-лампочки Которые загораются тогда, когда вы выполнили свою цель Которую вы поставили И также, в зависимости от того, как разряжается аккумулятор Также эти лампочки горят там на две лампочки Потом одна загорается Когда загорается одна И она начинает мигать Уже пора его, в общем-то, заряжать И это сразу напоминает мне о том Насколько хватает зарядки Xiaomi здесь побеждает на все 100% Потому что мне одной зарядки хватило на два месяца И это, кстати, последняя модель С1, которая также с пульсометром И, честно говоря, я думала, что это пульсометр как бы в реальном времени Но на самом деле нет По желанию вы можете измерить свой пульс Опять-таки показания, ну я бы сказала, достаточно точные Но все-таки, если у вас есть какие-то проблемы серьезные Там с аритмией или еще с какой-то болезнью сердца Когда вам надо знать вот 100% правильную точную информацию То, опять-таки, это вообще не ваш вариант Если вам нужно знать приблизительные данные Например, вы делаете какую-то тренировку И вам нужно посмотреть вот в данную минуту Насколько вы разогнали сердце Тогда, может быть, как бы, как вариант Вас устроит то, что он покажет Вот эти же вообще не измеряют пульс Они только измеряют шаги На основании этого они считают, сколько вы потратили калорий Но шаги вот эти вот вообще бешено просто накручивают То есть, когда я носила вот этот вот браслет Он мне в день показывал, может быть, 25 тысяч шагов Я вообще даже и близко столько не делаю Дай бог, чтобы в районе где-то 8 тысяч шагов я в день делала Потому что в основном, конечно, у меня сидячая работа Я стараюсь много ходить все-таки по возможности То есть, я гуляю с собакой достаточно долго Если есть какая-то возможность у меня пройтись Я обязательно ей воспользуюсь Но в то же время я вот совсем сомневаюсь Что я 25 тысяч шагов в день делаю Но в то же время, какие бы данные не показывали Вот все эти браслеты Все равно приблизительно понятно уровень твоей активности То есть, если Xiaomi здесь более четкий Но опять-таки он брешет безбожно Потому что вот такое вот любое движение Он воспринимает как шаг То есть, если вы хотите более точные данные То его ни в коем случае нельзя носить на руке Его можно носить на шее как брелок Тогда это будут более точные данные Либо ложить в карман штанов Или как-то так его носить Потому что если вы будете носить его на руке То когда вы будете мыть посуду Он будет накручивать вам шаги Когда вы будете работать за компьютером И вот даже вот это элементарное движение От мышки к клавиатуре Он тоже считает как шаг Поэтому здесь это огромный минус И накручиваются цифры абсолютно неправдоподобные Но в то же время, чтобы он там не показывал Все равно понятно в целом Насколько я была активна Или насколько я была пассивна Потому что в дни болезни Например, когда я целый день лежу просто на диване Все равно он показывает там, допустим Две тысячи шагов за день А в дни, когда у меня просто такая вот суматоха Я мотаюсь там из одного конца в другой Я там занимаюсь кучей дел Тогда, понятное дело, он там покажет Я не знаю, там 12 тысяч шагов 13 тысяч шагов И приблизительно все равно понимает Что в этот день я был более активный И допустим, вот это вот моя граница Когда я сильно устаю А вот это, например, там я абсолютно бездельничаю Лежу на диване, ничего не делаю И таким образом на основании Любых данных все равно понятно Даже если вот этот вот Мне показывает 25 тысяч шагов То в период абсолютной лени Он мне будет показывать там, например Там 10 тысяч шагов Или там 8 тысяч шагов И я уже буду понимать Что по сравнению, конечно, с цифрой 25 тысяч в 8 это очень мало Что касается трекинга сна То вот эти вообще, конечно, никуда не годятся Xiaomi все-таки здесь, мне кажется, более точный Но опять-таки верить ему нельзя на 100% Я очень часто замечаю, что он не фиксирует Когда я могу ночью действительно проснуться И, к примеру, я могу проснуться И мне может абсолютно не спаться Я даже включаю айпад Начинаю смотреть какой-то сериал Чтобы как-то заснуть Но на утро я смотрю, проверяю как бы мой сон И там даже не фиксируется то, что я какой-то промежуток не спала То же самое и с глубоким сном Мне кажется, все-таки подбрехивает он Насчет того, как он вычисляет глубокий сон Все зависит от того, насколько вы подвижно или неподвижно спите Потому что мой муж, он спит больше как бревно То есть вот лег и за ночь, там, я не знаю, два раза, может, если перевернулся То это как бы его максимум Я же такой человек, который постоянно вертится, крутится Я полежала буквально немножко на одной стороне Тут мне надо перевернуться, опять перевернуться, опять перевернуться Поэтому считывание данных очень сильно здесь зависит от ваших каких-то уникальных предрасположенностей Можно так выразиться Что конкретно еще является огромным плюсом Xiaomi Так это то, что он водостойкий То есть мне не нужно заботиться о том, чтобы его снимать, когда я мою посуду Или делаю уборку в доме То есть он всегда у меня на руке И всегда записывает информацию по моей деятельности Что же касается этих, они не водостойкие Поэтому каждый раз, когда вы возитесь с водой А это бывает достаточно часто, если вы занимаетесь каким-то хозяйством по дому То их нужно снимать Еще огромный минус вот конкретно вот этого Заключается в самом дизайне Потому что он сделан как Xiaomi То есть вот сама таблетка, как бы трекер достается из браслета И можно ее потом как бы вставлять обратно Здесь сам браслет сделан очень некачественно И я вот этот вот трекер на где-то, наверное, месяц потеряла Я думала, я его вообще потеряла Но потом, когда мыли машину Мойщик машины нашел его где-то там под сиденьем Он завалился В общем-то я уже была готова полностью попрощаться с ним Но его нашли и таким образом я его как бы назад вставила Но уже не ношу И такая ситуация на самом деле могла случиться и где-то на улице Особенно это касается зимнего времени года Потому что когда вы вот так вот носите ваш браслет И потом будете одевать куртку Куртка вот так может зацепить этот браслет И сама эта таблетка элементарно просто оттуда может вывалиться Что касается Xiaomi То здесь он продуман намного лучше Потому что официальный его браслет Он идет с черным вот таким вот браслетом В официальном браслете он сидит очень-очень плотно То есть он, ну я сомневаюсь, что можно как-то его так дернуть Чтобы он оттуда вывалился Я еще тоже купила к нему достаточно много других браслетов разноцветных И это, кстати, тоже ему огромный плюс Потому что его можно как-то подстраивать под себя, под свой стиль Вы можете накупить этих браслетов просто огромное количество И чуть ли не ежедневно подстраивать это под вашу одежду Под ваши другие аксессуары У меня сейчас вот получается 5 браслетов Один вот такой вот полностью белый Полностью голубой Черный официальный И два таких вот как бы с анималистическими принтами Один черно-белый, а второй такой бежево-черный Что касается вот этих браслетов, то они неофициальные Я их покупала на Алиэкспресс, каждый из них стоил там порядка доллара Может быть даже меньше доллара Вот эти вот с анималистическими принтами безумно качественные Они настолько же плотные, насколько и оригинальный чехол Очень качественные, безумно я ими довольна Вот эти вот же я заказывала цветные, тоже они были очень дешевые Они уже намного менее качественные То есть с ними надо быть осторожным Потому что даже вот так вот, если вы продавите слишком сильно Вот видите, он уже вылазит, этот трекер И его реально можно потерять Поэтому с такими чехлами надо быть осторожным И если хотите, конечно, всегда можно купить официальные чехлы Которые продаются Ну официальные именно браслеты, которые продаются к Xiaomi Но стоят они, конечно, подороже И если подсуммировать все вышесказанное То хочу, наверное, закончить на том, что если вы задумываетесь о том Чтобы приобрести фитнес-трекер И вам хочется его приобрести То вы должны понимать, что ни один из этих трекеров Не будет вам предоставлять какую-то очень прям точную информацию В среднем, да, вы сможете отслеживать, как вы спите Как вы, какая у вас активность физическая Но это все очень такие средние показания И если они вам нужны для чего-то Для каких-то ваших целей и задач То тогда вы можете покупать в принципе любой И независимо от того, какой у вас бюджет Используя любой фитнес-трекер Вы сможете вот эти данные интерпретировать и понимать Когда у вас более какая-то нагрузка была серьезная Где у вас была какая-то недостаточная нагрузка Если вы меня сейчас спросите Какой из трех мне понравился больше всего То я вам скажу, что однозначно Xiaomi Потому что он выигрывает тем, что у него очень емкий аккумулятор Его реально нужно заряжать ну разу в два месяца Вот эти вот они разряжаются раз там в три дня, наверное, где-то так То есть их очень часто нужно заряжать Еще Xiaomi водостойкий И также на него есть куча просто разных браслетов К нему есть куча аксессуаров Поэтому вы уж точно сможете подобрать что-то такое, что вам понравится И так как разница в цене у всех этих трех браслетов не настолько громадная То Xiaomi однозначно, конечно, выигрывает Если у вас есть какой-то фитнес-трекер, которым вы безумно довольны Обязательно напишите об этом в комментариях Потому что мне будет очень интересно узнать Что же это за модель и какие у него преимущества И я думаю, что всем, кто будет смотреть это видео Потом в комментариях также будет интересно узнать еще мнение других людей А на этом я буду с вами прощаться Поставьте мне лайк обязательно, если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал и мы с вами увидимся в следующих моих видео Пока! И хочу поговорить с вами о такой вещи, как культура питания Сразу предупреждаю, что это не какие-то сейчас будут научные термины Это сугубо мой опыт, сугубо мое отношение к еде Свои фотографии А я буду делать вам макияж Казалось бы, глупость вообще только что сморозила Но я уже довольно долго и так этим занимаюсь И как-то в один момент оно мне стрельнуло И вот сейчас выражается вот в такой вот идее Субтитры сделал DimaTorzok